Три загадочных убийства. Кажется, этот человек делает мишенями жертв, которые представляют себя как возможность для него. Серийный убийца на свободе. Рене Бейкер добровольно приехала со злоумышленником к месту преступления. Там что-то произошло, что застало её врасплох. Сможет ли криминальный профайлер понять действия убийцы и помочь, но всегда вывести его из игры? ТЕЛО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕЛО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Паум-Бич, штат Лорида, известен своими шикарными особняками и потрясающими видами. Но за идиллическим пиздецом люди живут в страхе. Три молодые женщины были найдены убитыми в последние восемь месяцев. Все белые женщины, все убиты ножом. 18-летняя Пола Белли и 27-летняя Соня Доспортер были найдены на строительных площадках Уэст-Палм-Бич в течение нескольких месяцев. Через два месяца была найдена третья жертва в нескольких милях от первых двух. На этот раз жертва Лина Тейнелла. Похоже, удары ножом были нанесены в порыве гнева, и, кажется, девушку переехала машина, когда уезжала. Преступник проделал хорошую работу, скрывая свои следы. Улик, которые мы нашли на месте преступления, было крайне малым. У нас почти ничего не было, чтобы выйти на потенциального подозреваемого. Все графство Палм-Бич пребывает в нервном состоянии. Спустя несколько месяцев пожарный замечает что-то странное на берегу птичьего заповедника, недалеко от места, где была обнаружена жертва номер три. Я ехал на работу. Когда проезжал через мост, краем глаза заметил кое-что, что показалось мне неправильным. Я смотрел берег, увидел то, чего не хотел верить. Но было слишком очевидно, что это тело. Женское тело. Со своего телефона я позвонил в департамент полиции, а сам поехал туда, где находилось тело. Следователи боятся, что это четвертая жертва серийного убийцы. Что мы имеем? Вон там он нашел тело, когда я ехал на работу. Возле тела кто-то был? Я был. Вы были. Я проверил пульс, пульса не было. Вы увидели какую-то травму на теле? Когда я подошел, она лезла лицом вниз, ее волосы были мокрыми, испутанными, поэтому я предположил, что она могла утонуть. Значит, вы подходили к телу? Больше никто не подходил к телу? Никто и был здесь один. Следователи осмотрели место в поисках уликс. Рядом с телом жертвы лежала ее аккуратно сложенная одежда. Вероятно, она была жива, когда складывалась одежда. Ее сумка была на месте. Бумажник и ключи от машины не тронуты. Она была опознана, как белая женщина Рене Бейкер, жительница Уэст-Палм-Бич. Исходя из того, что мы имеем, а именно обнаженное тело, лежащее лицо вниз на берегу, появляется версия, что это может быть самоубийство. Следователи фотографируют следы ног и следы волочения на песке. И они обнаруживают потенциальную улику. Мы нашли Акура, который был приобщен к делу, учить ДНК. Тело отправляется в морг, а следователи пытаются проследить путь с жертвой. У нас есть отправная точка, раз мы знаем ее имя, адрес и что у нее был свой автомобиль. Мы попытаемся найти машину, чтобы увидеть, где она ее оставила. Следователи объявляют машину жертвой в Рососкар. Интенсивные поиски, наконец, окупаются. Да, лейтенант, мы нашли машину, я сейчас еду туда, чтобы осмотреть ее. Машина жертвы находится на стоянке, в нескольких милях от места, где было найдено тело. После внешнего осмотра машины мы перешли к салону и багажнику. Мы искали предметы, которые помогли бы определить, была ли она с кем-то. Опять сигареты. Эта же марка была найдена на берегу рядом с телом. Но кому принадлежат сигареты? Рене Бейкер или ее убийца? В морге суд, медэксперт пытается установить причину смерти. В данном случае жертва лежала лицом вниз, в устричном садке. Она была покрыта порезами и царапинами. Но ее убило не это. Была обнаружена жидкость в воздушных мешках легких и в грудной полосе. Она утонула. Но это было не неудачное ночное купание. Кто-то держал ее под водой. Рене Бейкер удерживалась сзади нажимом кисти на шею и затылок. Прием Нельсона или что-то подобное. И поскольку ее удерживали, она утонула. Теперь в округе Паумпич тела четырех молодых женщин. Но связано ли дело Бейкер с тремя остальными? Чтобы выяснить это, сержант Спрингер обращается к лучшему криминальному профайлю. Алло, это Дэйл. Алло, Дэйл, это сержант Спрингер. Я получила звонок из офиса шерифа графства Паумпич. Они попросили меня посмотреть информацию по серии убийств, чтобы помочь определить, можно ли объединить эти дела. Агент Хинман сразу же видит сходство. Во всех четырех случаях жертвы были молодыми и привлекательными. Все были привезены на место преступления злоумышленникам и оставлены в местах, где, вероятно, будут обнаружены. На каждом месте преступления найдено мало вещественных доказательств. Сможет ли агент Хинман без улик и без подозреваемых помочь следователям раскрыть тайну убийства Рене Бейкер? Следователям пришлось обратиться к криминальному профайлеру Дэйл Хинман за помощью в раскрытии убийства Рене Бейкер, четвертой молодой женщины, убитой в округе Паумпич, меньше чем за год. В поисках убийцы Рене Бейкер я хотела выяснить, действовал ли в штате Флорида особый серийный убийца. Она едет на берег, чтобы найти какие-то поведенческие зацепки. У меня было две цели поездки на место преступления. Первая – поработать с полицией, понять, что с ней могло случиться. И вторая – посмотреть, есть ли сходства с другими делами. Здравствуйте, сержант Спрингер, рад вас видеть. Я так рад, что вы смогли сделать это. Всегда полезно посмотреть место преступления. Вот место преступления. У нас есть два вида следов ног, которые идут вниз. Это очень беспечно. Безусловно. Нет каких-либо признаков, что жертва пришла сюда под принуждением. Что бы ни произошло, кажется, это произошло внезапно. Детективы также нашли следы волочения от лесного массива до места, где было найдено тело. Как вы можете верить, следы волочения начинаются отсюда. А здесь было найдено ее тело. Это действительно интересно. Преступление совершено в закрытой зоне, но он перетащил ее на очень открытое место. Это наводит Хинман на мысль, что убийца не слишком беспокоился, что будет узнан прохожим. Вероятно, он был чужаком в этом городе. Похоже на то, что у него не было никакой связи с районом или жертвой. Он не убегал, его даже не беспокоило, что он оставляет тело здесь. Дальше агент Хинман замечает кое-что показательное в одежде. Одесса лежала вот здесь и была аккуратно сложная. Кажется, она сама сняла одежду. Не похоже, что преступник заставил ее раздеваться или сорвал с нее одежду. Она ее сняла и положила в таком порядке, в каком собиралась надеть. Из ее сумки ничего не пропало, верно? Все осталось здесь. Документы, ключи от машины. Значит, это была не драка и не ссора из-за денег. Там мы нашли окурок, который, скорее всего, принадлежит преступнику. Кто бы ни курил сигарету, найденную на берегу, он оставил на ней свою ДНК. Если в базе данных ДНК есть аналог, они смогут узнать, кто ее убил. В лаборатории эксперты пытаются понять, является ли этот мусор с берега неопровержимой уликой. Когда кто-то курит сигарету, он оставляет на ней слюну. В слюне есть клетки изо рта, где содержится ДНК. По существу мы отрезаем маленький кусочек фильтра, помещаем этот фильтр в маленькую пробирку и подвергаем воздействию разных химикатов. Эти химикаты взламывают клеточные материалы, когда это происходит, выделяется ДНК. Доктор Круз получила ДНК сигареты. Теперь нужно найти, кому она принадлежит. Но сейчас в национальной базе ДНК нет аналога. Сержанту Спрингера отчаянно нужно больше информации об убийце. Он везет агента Хинман на место, где была найдена третья жертва. Люди придерживаются шаблонов. И мы искали человека, который мог совершить многочисленные преступления. Мы пытаемся объединить их. Мы ищем возможное исходство, что-то, что может связать эти четыре жертвы. Это может помочь в расследовании. Есть что-то похожее в местах преступления? Два из них находятся на западе, в уединенных зонах. Жертвы номер один и два. Пола Бейли и Соня Дос Портер были оставлены на строительных площадках на западной стороне Палм-Бич. Как эти жертвы были убиты? Кажется, одна девушка была убита в порыве гнева, у нее много ножевых ран. Вторая девушка была зарезана, и преступник переехал ее, когда покидал место преступления. Тело было найдено здесь. Третья жертва Лина Атойнила была задушена и зарезана. Она была единственной жертвой, перемещенной с места преступления. Она была выброшена здесь. Пола была убита там, где ее нашли. Эти жертвы были обнаженными, а эта жертва была полностью одетой, когда ее нашли. Это настолько схоже со случаем Рене Бейкера, мы думаем, что они могли быть связаны. Когда я посмотрела места преступления других убийств, стало ясно, что было очень много отличий. Мы не были уверены, что можем объединить эти преступления. Две из них стук убиты ножом, Рене Бейкер нет, значит, мы можем исключить ее. Я бы не исключала мисс Бейкер из этих убийств, но исходя из скотства и из того, как были совершены другие преступления, мне склонно думать, что другие жертвы были убиты кем-то еще. Раз убийство Бейкер совершил неосерийный убийца, следствие переключает Тумблер и начинает искать подозреваемого ближе к дому. Тело как доказательство Тело как доказательство Агент Хинман убеждена, что Рене Бейкер и три другие жертвы были убиты не одним и тем же человеком. Тот факт, что Рене Бейкер была голой, и что она была задушена и утоплена, делает ее убийство непохожим на другие случаи. Кто бы ни был убийцей, видимо, Рене Бейкер достаточно доверял ему, чтобы сесть в его машину. Следователи начинают искать проблему в личной жизни жертвы. Жених Рене Бейкер был вызван на допрос как потенциальный подозреваемый. На начальных этапах следствия жених, муж, всегда подозреваются. Но жених Рене, Пол Батчер, утверждает, что он не имеет отношения к убийству. Информация из неожиданного источника поворачивает дело в другое направление. Терренс Уолкер был заключенным. Он пришел к нам с информацией и назвал несколько именов. По его словам, они сами сказали ему, что убили Рене Бейкер. Мы относимся серьезно к таким сообщениям. Надеясь договориться, Уолкер рассказывает следователям, что в ночь, когда она умерла, Рене Бейкер села в машину с двумя наркоторговцами, которые позже убили ее. Мы зафиксировали имена, которые он назвал, изучили их биографию, потом проверили их местонахождение в это время, познакомились с их криминальной историей. Агент Химмон не верит ни слова из рассказа Уолкера. Исходя из того, что мы увидели на месте преступления, мы чувствовали, что это преступление совершил один человек. Написал этих людей как очень жестоких, что не совпадало с тем, что мы увидели на месте преступления. Все указывало на то, что Рене Бейкер добровольно приехала к месту преступления вместе со злоумышленником. Но там что-то произошло, что застало ее врасплох. Он прошел проверку на полиграфе, и было установлено, что он дал ложную информацию. Ничто не могло подтвердить информацию, которую нам предоставил. Мы не были удивлены, когда узнали, что Терренс Уолкер – Олгал. Предоставленная им информация не соответствовала нашему профилю. Он описал двоих мужчин как жестоких наркоторговцев, которые были на месте преступления вместе с мисс Бейкер. Но там, кроме ее следов ног, были обнаружены только одни следы. Не имея улик, следователи возвращаются к друзьям Рене и узнают то, о чем не сказал ее жених Пол Батчер. В вечер убийства он и Рене поссорились. Он утверждал, что у них не было ссоры. Поскольку он был последним, кто видел ее живой, он был потенциальным подозреваемым до тех пор, пока мы его не исключили. Пол Батчер был допрошен несколько раз. И машина сломалась, она связалась с ним. Он поехал туда, где была ее машина. Он хотел посмотреть, сможет ли она завести ее. Когда он не смог ее завести, она потребовала у него деньги. Он отказался дать их ей. Он утверждал, что он уехал, и что это был последний раз, когда он увидел ее живой. Его рассказ вызвал недоверие у следователей. На этом этапе жених был приемлемым подозреваемым. Он имел доступ к машине, он мог курить, мог оставить там сигареты, и, возможно, именно он оставил окурок на берегу. Они сравнили его ДНК с образцом с окуркой. Результат был не таким, как они надеялись. ДНК был исключен из числа подозреваемых. Исключив своего первого подозреваемого, следователь возвращается в квадрат один. Если агент Хинман права относительно убийцы, скоро он должен был всплыть. По характеру Рене Бейкер была неконфликтной. Мы сомневались, что она что-то сделала, чтобы спровоцировать нападение. Кроме этого, мы считали, что убийца совершил другое преступление. Его ДНК окажется в базе данных. Вскоре орех за тысячи километров отсюда помогает поставить точку в этом непростом деле. Убийцу Рене Бейкер могли не поймать, но он оставил на сигарете свою ДНК. Ее сравнили с ДНК человека, который был арестован по обвинению в сексуальном насилии в Калифорнии. Полиция Сан-Диего и прокуратура сообщили, что у них есть основания считать, что сигарета была выкурена человеком по имени Скотт Эрскен. У 40-летнего мужчины длинный список преступлений, включая несколько изнасилований женщин. Сравнение с ДНК с сигаретой, которая была найдена на месте убийства Рене Бейкер, подтвердило, что подозреваемый был там, но детективам еще нужно доказать, что ее убил он. Он жил в округе Палм-Бич по адресу Ройл Палм-Бич. Он работал в ларьке по продаже фейерверка в квартале от того места, где Рене Бейкер видели последний раз. Он надругался над другими людьми, над другими женщинами в Калифорнии. Эрскен работал и жил в том же районе, где была найдена сломанная машина Рене Бейкер. Все мы думали, что она либо знала его, либо настолько поверила ему, что согласилась поехать с ним. Окурок на месте преступления был косвенной уликой, поэтому сирологическая лаборатория проделала дополнительную работу с ДНК, чтобы посмотреть, была ли какая-то другая ДНК. Хорошей работы полиции вместе с такой ликой, как ДНК, достаточно, чтобы обвинить Эрскена в убийстве Рене Бейкера. Только одно из трех убийств было раскрыто. Следователи продолжают работать над двумя другими. Скотт Эрскен улетел в другую часть страны, где совершил совсем другие преступления. Но благодаря основательному следствию и выдающемуся эксперту по ДНК, семья Рене Бейкер добилась справедливости. Чего они заслужили? Субтитры создавал DimaTorzok